Для того, чтобы вакцинироваться, надо четко быть уверенным, что человек не болеет. Это раз. Должно быть учитывать наличие хронических заболеваний. Это второе. После вакцинации, если, как вы знаете, академик Чучалин говорил, он рекомендовал вообще после вакцинации как минимум две недели быть на полном карантине индивидуальным, давать пациентам больничный лист. Но не всегда такая возможность есть. И развитие иммунитета, это минимальное время, вы знаете, и средства массовой информации, это один, у всех по-разному, да, если хорошая иммунная система, это месяц, у них до полутора, до двух месяцев только развивается гуморальный иммунитет. Поэтому здесь должна была провести селекции, поэтому если человек уже был инфицирован на этот период, и, конечно, вакцина была сделана как бы, ну, не ко времени, всегда есть понятие «дорогая ложка к обеду». То есть здесь есть такие моменты. И вот это как раз и дают пищу для антиваксеров, для того, чтобы не делать. Хотел бы отметить, что вопрос поствакцинальных осложнений – это вопрос индивидуального чувствительности организма. Ее предугадать невозможно никогда. То есть будет она реакция или не будет. То есть нету никаких даже определенных тестов, которые могли бы сказать, что да, вот на эту прививку у этого человека будет такая-то дроненная реакция. Сейчас самое важное – говорится о чем? Во-первых, вот на первый вопрос, который сам мы задавали, о том, что через неделю после вакцинации человек заболел, там, коронавирус. Вообще инкубационный период до двух недель считается, да? То есть, скорее всего, человек уже был инфицированный, и, скажем так, в момент вакцинации просто совпадение произошло. Иммунитет, подождите, иммунитет после… У меня был профессор, достаточно известный в Казахстане, Розенсон, который учил меня еще в институте, он говорил, что иммунитет развивается в течение в среднем 3 недели. То есть с учетом двух вакцин – это полтора месяца, грубо говоря. То есть через полтора месяца можно сказать, что да, у него сформировался иммунитет. Плюс к тому еще хотел бы отметить о том, что формирование иммунитета зависит же не только от самой прививки, от того образа жизни, который в этот даже период послевакциальный человек ведет. Во-вторых, общая способность организма к выработке таких вещей. Да, не у всех вырабатывается, это было открыто в научных данных написано, что не у всех вырабатывается. Ну и опять же надо смотреть, насколько… С чем это связано? С функциями, с свойствами самой вакцины или с тем, как себя человек тренет? Но самое важное здесь, о чем говорить? Есть абсолютно достоверные медицинские данные о том, что буквально недавно данные пришли о том, что пациенты, которые провакцинировались, у них 30 раз риск заболеть и умереть ниже, чем у тех, кто не вакцинировался. Вот это самое основное. Какие-то побочные эффекты вакцин, как вот коллега говорил, Матриб Магиревич, они могут быть, но это индивидуальный организм, не предугадать его невозможно. Еще раз говорю, что нужно выбирать самые основные моменты. Если в 30 раз снижается заболеваемость и смертность, это же о чем-то говорит. И говорить о том, что вакцины вызывают какие-то вспышки заболеваний, это абсолютно неправильно, потому что на самом деле во всех этих вакцинах самому вирусу не существует. Есть части его, которые вводятся в организм, но они не вызывают заболевания, они физически не могут это вызвать, потому что это не вирус, это часть вируса. А воздействие за счет того, что попадает в эти частишки и готовит организм заранее к выработке антител, к этому, скажем так, патогенному агенту, который попадет, может быть. И к тому времени у человека, грубо говоря, будет защита от этого болезни.